Урок мужества от привычных уроков отличается тем, что миноискатель можно подержать в руках и даже с ним сфотографироваться. Бойцы Росгвардии привезли в школу технику, которую и учителя, и школьники до этого видели только в кино. Технический эндоскоп – устройство с управляемой камерой, которое позволяет осматривать труднодоступные места. Однажды его пришлось использовать и в Рязани, чтобы выяснить, что находится внутри коробки с проводами. Ее нашли в троллейбусе. В данном случае она не отходит, не садится, бегает вокруг этой коробки, пытается даже покусать эту коробку, чуть ли не залезть туда. В общем, кинолога с собакой мы отвели. Взрывотехник экипировался в костюм, пошел к этой коробке, проделал отверстие, применил этот эндоскоп технический. В общем, в этой коробке был котенок. А вот если бы в Росгвардию сообщили о заложенном взрывном устройстве, его бы искали при помощи нелинейного радиолокатора. Сапер идет тратить здание по стене, да, то есть он может определить, что за стеной это устройство, пока что за стеной находится взрывное устройство с элементами питания. Сотовый телефон, батареи какие-нибудь, радиостанции. Еще одно устройство выглядит как кейс с антенны, используется, чтобы подавлять радиосигнал. Устройство мобильное, то есть оператор, который выдвигается к взрывному устройству, да, может спокойно нести его в руках. Радиус действия, ну, порядка, наверное, 25-30 метров. Костюм, который надевает взрывотехник, прежде чем начать работу, тоже привезли на урок мужества. Он выдерживает высокие температуры, защищает от пуль и ударной волны. Правда, при этом и весит в полной экипировке до 40 килограммов. Школьникам предложили примерить шлем и защитную куртку. В нем немножко так непривычно, потому что он все-таки тяжелый и так, ну, сдавливает. Но при этом такие ощущения очень довольно-таки необычные. Собака, которая ищет взрывчатку, стала местной звездой. Из желающих ее погладить выстроилась очередь. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».